Проблема, в том числе путинской эпохи, она как раз в этом, что она подняла наверх какую-то перхоть. Там, где она ее подняла наверх, даже если эти люди были талантливыми и успешными, как, например, Артемий Лебедев, режим превратил их в посмешище. Он их отравил настолько, что они превратились в орков. Да, вот орки же, это по книжке, кто у нас были, лор. Это бывшие эльфы, которых запытали до того, что они стали орками. Самые эффективные представители путинской номенклатуры, это люди, которых превратили в орков. Это люди, которые могли бы в нормальном обществе состояться как успешные, талантливые члены общества, как и наша национальная гордость. Ну, Лебедев, очевидно, таким человеком мог бы быть. Да, Варламов, очевидно, этот путь еще не прошел, но, в принципе, тоже совершенно не удивлюсь, если пройдет. Терешкова, наша первая космонавт, тоже в какой-то другой среде могла себя иначе показывать. Газманов был бы певцом прекрасной России будущего с тем же успехом. Михалков, очевидно, талантливый режиссер, очевидно, способный снимать хорошее кино. Речь там даже не только про неоконченную пьесу для механического пианино, но даже «Утомленный солнцем» — это приличный фильм. Но все это превращается в гротескную карикатуру, потому что режим постепенно-постепенно уродует. Он как компричекоз берет здорового человека и постепенно делает из него урода, чтобы наживаться на нем. А люди изуродованные уже заболевают этим стокгольмским синдромом и сами начинают оправдывать садиста, который втоптал их в то положение, в котором она не находится. В этом смысле и Олег Газманов, и Артемий Лебедев, и Михалков в меньшей степени, но Олег Газманов и Артемий Лебедев, они такие же жертвы режима, как и мы с вами. Они как бы надзиратели в этом лагере, у них хороший паек, они в значительной степени являются частью номенклатуры, но в случае с Артемием Лебедевым точно. Моральными уродами их сделало тоже государство, которое внушило всем остальным людям выученную беспомощность. И это тоже нужно держать в голове.